Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр и канал Академии Счастья. Мы продолжаем видео по улучшению качества жизни. И сегодня поговорим о том, как можно помочь самому себе справиться с негативными эмоциями и улучшить свое состояние. Потому что бывает такое, что приходят какие-то страхи, панические атаки, начинаешь беспокоиться, чувствовать какую-то неприязнь. То есть хочется как-то это уладить. И не знаешь на самом деле, откуда это вообще пришло и почему в твою жизнь пришли такие вот события. И тут важным моментом является то, чтобы действительно отслеживать, как это приходит и почему. То есть в какой момент, да, что включается, почему происходят вот такие вот события. Вот и получается, когда мы это отслеживаем, мы можем это уладить. То есть тут появляется ощущение осознанности. Осознанность это когда мы понимаем, что происходит, как это происходит, почему. Может быть не всегда понимаем, почему это происходит, но по крайней мере мы можем посмотреть потом, да, Когда уже это произошло, какова была причина этого, да, то есть и не отстраняться от этого, а действительно посмотреть, почему это пришло в нашу жизнь и что это хочет нам показать, да, то есть, потому что каждое состояние, будь это даже страх, какое-то неприятное ощущение, оно что-то хочет проявить в нашей жизни, что-то продемонстрировать, показать. Если мы отстраняемся от этого, то мы, ну, как бы не чувствуем этого, но потом это усиливается и все равно говорит нам, почувствуй это, да, то есть почувствуй, потому что ты должен понять что-то благодаря этому. И таким образом происходит, ну, скажем так, воздействие на нас, то есть как бы мы не хотели от этого отдалиться, все равно это повоздействует и покажет нам что-то, поэтому лучшим вариантом является не отдаляться, а наоборот, соприкоснуться с этим и посмотреть, что это такое, откуда это пришло и почему в нашу жизнь это пришло. Таким образом мы можем сделать вывод, да, то есть, зачем нам это и самое главное справиться с этим, потому что мы не будем отстраняться, мы будем понимать, что это, да, то есть мы соприкоснемся, посмотрим и воспримем это как есть. А как что это воспринято как есть, то это исчезает из нашей жизни. То есть исчезает почему? Потому что мы не сопротивляемся, а мы наоборот стараемся понять, почему это пришло к нам и что это хочет нам показать. То есть любая проблема, любая болезнь, негативное состояние, позитивное, все что-то хочет привнести в нашу жизнь, то есть у него есть какая-то цель, это какой-то аспект, который нам хочет что-то показать. Если мы таким образом и относимся к этому, как к чему-то, да, что пришло в нашу жизнь и хочет нам что-то показать, какая-то у него есть цель, да, то есть мы можем даже спросить, а какова твоя цель, что ты хочешь привнести в нашу жизнь, вот с ощущением страха, да, и потом чувствуешь, ага, это ощущение страха на самом деле хочет нас вывести на какой-то следующий момент. уровень где мы уже не будем бояться и где мы будем чувствовать состояние принятия любви и гармонии то есть в любом случае мы движемся вверх по уровнем осознания да и конечно же каждый уровень дает нам что-то новое и поэтому когда мы сопротивляемся то это усиливается а когда мы принимаем это исчезает то есть получается процесс идет через восприятие как есть и через принятие и таким образом мы можем уладить любую ситуацию то есть когда вот я провожу человеку процессинг я помогаю ему принять это то есть не убеждаю его что это надо принять а естественным образом то есть естественным образом принятие происходит когда мы убираем негативный заряд то есть когда там больше нет заряда человека наступает понимание а это вот это это вот это и он больше не сопротивляется этому то есть у него нет вот этих колебаний туда-сюда у него появляется ощущение радости гармонии счастья и в этом состоянии естественным образом наступает принятие поэтому когда вы чего-то не можете принять не сопротивляйтесь этому а наоборот посмотрите откуда это приходит каким образом что это хочет вам показать и двигайтесь как бы навстречу этому чтобы наступила гармонизации принятия таким образом вы почувствуете радость жизни и вы почувствуете самое главное что это больше вас не беспокоит таким образом можно справляться со страхами паническими атаками негативными эмоциями какими-то вещами которые приходят вашу жизнь и вы не отследили даже откуда это пришло и почему таким образом вы можете справиться с этим и я знаю это точно потому что я провожу процессинг уже в течение 20 лет и я знаю что это помогло мне прежде всего да и самое главное я потом начал помогать другим потому что увидел эффективность то что методика которая позволяет принимать это она работает таким образом происходит исцеление души разума тело то есть уходит психологический конфликт уходит негативные состояния связанные с телом то есть психосоматика и повышается осознанность человека то есть повышается его уровень давайте сейчас на примере короткой сессии посмотрим как это работает чтобы у вас было ну скажем так масса к этому да то есть чтобы вы это увидели на практике вот сядьте в удобном месте для вас закройте глаза чтобы никто вас не отвлекал вот и создайте пространство для сессии с помощью своего намерения ощутите себя в этом пространстве свое тело в этом пространстве вот наполните его любовью и посмотреть если в этом пространстве какие-то аспекты которые влияют на вас это может быть какое-то ощущение эмоция что-то странное да какое-то какое-то чувство да то есть просто почувствуйте это не отстраняясь и когда вы это почувствовали посмотрите что это хочет до вас донести если это ощущение страха то что этот страх хочет вам показать то есть какова его цель то есть не отстраняйтесь а наоборот примите это посмотрите вот и дальше посмотрите то есть если вот например цель да какая то есть страха там например привнести в вашу жизнь например какое-то страдание или боль да то есть такая цель тоже может быть потом посмотрите какая есть более высокая цель у этого состояния то есть более ну, скажем так, на уровень выше поднимитесь и посмотрите, какая есть более высокая цель. И когда вы посмотрите на это, вы увидите, что вот эта цель привнести страдания, она тоже что-то хочет показать, и вы увидите более высокую цель, например, научить вас справляться с негативными эмоциями. И когда вы эту цель, да, представьте, что она исполнилась уже, да, то есть представьте, что вы научились, да, то есть первое, например, было там почувствовать страдания, вместе с аспектом почувствуйте, что вы научились, да, этому, да, что вы почувствовали это страдание, сполна настрадали, все, достаточно. А потом следующая цель, которая вот более высокая, да, то есть чтобы вы научились справляться с этим. И вот тоже вместе с аспектом почувствуйте, что вы научились с этим справляться, что это прошло. Потом посмотрите, какая есть еще более высокая цель, да, то есть возможно эта цель научить вас быть осознанным. Вот таким образом, то есть вы почувствуете, что вы научились быть осознанным То есть что эта цель реализовалась И вот так двигайтесь по цепочке целей, пока вы не придете к пустотности, к реализованности Потому что когда вы дойдете до самого верха, вы почувствуете, что тут больше ничего нет Что цель на самом деле была, это привести вас в состояние статики, в состояние вне игр, в состояние пустоты Вот когда вы дойдете до этого состояния, вы почувствуете, что все, больше ничего нет Это вот такое движение по целям. Этот процесс работы с аспектами называется как аспектика, процессинг. Он помогает подняться по уровням и увеличить уровень своей осознанности. То есть вы повышаете свою осознанность и можете таким образом справиться с любым аспектом, который приходит в вашу жизнь. Если хотите проработать в сессии что-либо, какую-то негативную эмоцию, страх, боль, я могу помочь вам в этом. Мы можем провести процессинг онлайн по вайберу, скайпу, телефону, любым удобным способом. Просто напишите мне в личные сообщения или в любой соцсети и мы договоримся о времени сессии. Перед этим я проведу бесплатную консультацию, где расскажу подробнее о том, как это работает. Отвечу на ваши вопросы, чтобы у нас было полное понимание, когда мы уже будем делать сессии. Также я провожу обучение процессингу, у кого есть желание, то есть можно обучиться и научиться делать процессинг. Как самостоятельно, соло, так и другим людям. Также провожу курсы преодоления подъемов и спадов жизни, где мы учимся справляться с подавлением. И достоинство и целостность личности, где мы вместе учимся, как стать целостным человеком, как убрать из жизни проступки, утаивания, как научиться жить осознанно и во благо для себя и для других. Также я провожу программу очищения, которая позволяет человеку очистить организм от накопившихся токсинов, ядов, наркотиков, алкоголя, лекарств, радиаций. Все, что там накопилось, можно очистить. Эта программа проходит в сауне, большая ее часть. Перед этим человек пьет витамины, беды, и ты дальше потеет в сауне и выпотевает это все. Я сам лично проходил эту программу пять раз. Ну и, конечно же, очень важно поддерживать свое состояние, то есть ходить в баньку, например, один раз в неделю, чтобы потом выходили все негативные, ну скажем так, токсины, которые накапливаются. Таким образом можно помогать своему телу. И, конечно же, это растительное питание, то есть имеется в виду кушать пищу не животного происхождения, а растительную, желательно без термической обработки. То есть фрукты, овощи, орехи, семена, зелень, то, что вы можете просто взять и съесть. Вот таким образом будет очищаться у вас тело, и вы сможете чувствовать себя гораздо лучше. Вот, если у вас остались какие-то вопросы, напишите их в комментариях или мне в личные сообщения, все мои контакты под этим видео. Если видео вам понравилось, то ставьте нравится, подписывайтесь на мой канал, добавляйте друзья в соцсетях и включите колокольчик для напоминания о новых видео, они выходят у меня ежедневно. Сейчас на экране появится еще парочка видео, это о том, как изменить судьбу, опять же, о процессинге, о том, как он меняет судьбу, и практика проведения процессинга, посмотрите их, они помогут вам больше раскрыть эту тему. Также подписка на мой канал, кто еще не подписчик, и заходите на мой сайт, там больше информации о технологии процессинга и о других технологиях, которые помогают улучшить качество жизни. Напомню, меня зовут Шевченко Александр, это канал Академии Счастья. На сегодня будем заканчивать, увидимся завтра в следующем видео. Всего доброго, друзья!